Варя – спинальная мышечная атрофия, третий тип. Третий тип – это дети ходят, второй там сидят, ну, по-простому. Первый – лежачий. Варю, если можно так сказать, повезло в этом плане, она ходит. Родилась она в срок. В принципе, здоровый ребенок, как бы никаких отклонений, ничего такого не было. Где-то в год начали замечать, что походка какая-то не такая, падать стала часто. Ну, в общем, видно было, что что-то не так. Полтора года диагноз. Искали причину. Попали в генетику, и уже вот они нас отправили на анализы, сдали анализ и подтвердили, что спинальная мышечная атрофия – это было Варе 2,5 года. По-простому, если сказать, то мышцы атрофируются со временем. Мотонейроны отмирают и мышцы атрофируются постепенно. То есть это прогрессирующее заболевание. Что мы делаем? Мы занимаемся, усилием, двигаемся. В нашем случае самое главное – это движение. Вот. Чтобы не застаиваться, чтобы мышцы работали всегда. Когда поставили Варе диагноз, рекомендовали занятия в бассейне, плаву. Это очень полезно, потому что работают все группы мышц. И для детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия – это очень полезно. Варя очень сильно любит воду. Она прям как рыбка в воде плавает. И она очень быстро как бы влилась, хорошо на воде держалась, ну, быстро научилась плавать. Когда я занимаюсь плаванием, я радуюсь. Я плаваю 25 метров, 50 метров. На спине и в воде. Я хожу на плавание каждый день. Варвара пришла два года назад к нам, но плавать не умела. Поэтому пришлось учить и ходить, и плавать, и в воду заходить, и из воды выходить. Девчонка быстро прогрессировала. С ней занимались индивидуально. То есть ее нужно было положить в воду, с ней нужно было зайти в воду, чтобы она не боялась воды, чтобы она адаптировалась в водичке. Конечно, это очень тяжелый труд. Но вот с такими детьми, как она, очень легко работать. Потому что девчонка умная, хватает все. Сейчас Варя как бы не просто там для себя, для нашего поддержания формы занимается. Она уже занимается профессионально, участвует в соревнованиях. Ей это очень нравится. Если она будет заниматься, то через год, я надеюсь, она где-то выполнит первый спортивный разряд. Возможный кандидат в мастер-спорт. Ну да, мастер-спорт еще далеко, конечно, понятно. Но перспективы есть. Мы давно ездили в Салават, в Башкирию. Варя заняла третье место. Это было прям очень неожиданно для нас. Как бы это первые такие, ну, выездные серьезные соревнования. Вообще так радовалась. У меня прям эмоции такие были. Быстрее всем звонить родственникам. А, Варя заняла третье место. В 2019 году в августе зарегистрировали препарат у нас в России спинраза. Вот. Но как бы мы обратились в Минздрав. У Минздрав денег не было. Вот. Пришлось через суд это все добиваться. И в 2021 году, в феврале, только мы получили первый укол. Ну, это как бы не поддерживающая терапия. Вот. Но в нашем случае это как бы хорошо. Самое главное, чтобы ребенку хуже не было. Мы не одни такие. Как бы у нас несколько человек. Как бы все это одновременно происходило. Суд обязал Минздрав обеспечить Варю лекарственным препаратом. Вот. Но Минздрав подал апелляцию. В общем, это все долго проходило. Дошло до следственного комитета. После следственного комитета они как бы взяли на контроль всю эту ситуацию. Первые четыре укола Минздрав нам закупил. А потом вот как раз фонд Круг Добра. Уже они начали обеспечивать. Лекарство очень дорогое. На тот момент, когда мы начали лечиться, оно стоило где-то 8 миллионов. Один флакон. Вот. Сейчас где-то 5,5, по-моему, стоит. Вот. Лечиться нам всю жизнь. Делаем 3 раза в год. Если честно сказать, я, мне кажется, до сих пор не приняла. Очень тяжело это все. Как бы живешь, думаешь, ну, будет у тебя дочка. Там ты ее отдашь на гимнастику, на танцы. Мечтаешь. Вот. А когда вот так получается, это очень тяжело. Особенно, когда выходишь на улицу, детскую площадку, детки бегают, прыгают, на горках катаются. А твой ребенок как бы, ну, хочет. Очень хочет. Она тянется. Всего физических своих способностей, как бы, ну, не может угнаться с здоровыми. Это очень тяжело на это смотреть. Я хочу стать полицейским, потому что я очень люблю так туда-сюда бегать. И в догонялки я люблю играть. Все такое. Вообще активная девчонка. Она, как бы, общительная, активная. Она за любой кипиш. Вот. И с детьми она любит общаться. Она ходит в школу-интернат. А там их 6 человек всего в классе. В школе там разные детки. У кого-то там ДЦП, у кого-то еще какие-то. Ну, класс у нас, как бы, в основном с опорно-двигательными нарушениями. Школьная программа у них такая же, как в общеобразовательной школе. Девочка очень интересная, потому что она общительная, поэтому с ней очень приятно. Ее любят все ребята нашего класса. Даже в первом классе мальчики были в нее влюблены. Варя очень любит рисовать и очень любит рукодельничать. Вообще она очень веселая и добрая. Варя учится хорошо. Математика – любимый предмет. Ну, английский, правда, не очень любит она, но ничего, справляется пока. Так она любит очень школу. Очень любит. Скучает, если, допустим, там каникулы или там праздники какие-то, прям рвется в школу. Ну, потому что там друзья у нее, общается она. Она всегда поможет. Она поддержит в трудную минуту. С ней очень весело. Она очень хорошая девочка и всегда развеселит, даже когда тебе очень грустно. Бывало, как-то раз она нам зайчик привозила. Сова и свиньи машинки вышло. Красивый получился. Варя всегда интересна в любой обстановке. То есть она умеет хорошо общаться, придумывать игры. Она очень талантлива, ну, буквально во всем. У нее есть очень красивые рисунки. У нее есть много интересных работ творческих. И даже на уроке труда, который у нас есть в школе, Варя всегда помогает всем остальным товарищам. Потому что она делает все быстрее всех и, пожалуй, аккуратнее всех. Я просто беру рамку и выкладываю туда шерсть. Вытягиваю ее для фона и кладу колбасками. Вот, к примеру, делаю стебель у цветка. Тоже вытягиваю его, скручиваю и кладу. И все я это так делаю. И потом все закрываю, подрезаю лишнее. И получается красивая картина. В основном я делаю цветы. Ну, бывает и животных делаю. На кулинарии, потому что она очень любит готовить. Это прям вот как она только услышала, что есть такой кружок. Все, мы идем туда. Вот, и на рисование. Я просто очень люблю помогать людям. Делать доброту. Варя у нас еще занимается волонтерством. Вот, это началось у нас как раз вот, когда мы боролись за лекарства. Мы за помощью обращались в соцсети. И нам помогла волонтер Эльвира. У него команда с детишками, волонтерами. Вот. И они нас тоже привлекли в свою команду. Во время пандемии мы делали для детей в больницу гипсовые картины, которые можно было раскрасить акварельными красками. У нас прям целый, как сказать-то, конвейер был. В общем, мы месили этот гипс, заливали формочки. Потом все это в коробочки складывали. Приезжал волонтер, забирал нас. И отвозил детку на больницу в онкологическое отделение. Важно быть полезным. Наверное, Варваре тоже помогают. И Варвара знает цену помощи. И поэтому она помогает сама. И, наверное, своим примером дает другим людям, как образец, подумать. И начинать действовать, участвовать в судьбе других людей, в судьбе других детей, больных. Еще мы ездили с Эльвирой в приют. К собакам приносили корм и подарили им небольшую любовь. Я люблю всех собак без причины. Просто так, невзирая на цвет. У животных и так век недлинный. И проблем разноцветный букет. Однажды мама написала письмо на елку желания. Что я хочу побывать в московском океанариуме. И один артист мою мечту выплатил. Он нам оплатил поездку. И мы поехали на поезде в Москву. Вместе с папой и мамой. Актера зовут Алексей Серебряков. Там было очень интересно. И самое главное было интересно. Что был очень красивый концерт с косатками. Потом мы уже под вечер съездили на метро на Красную площадь. И мы там гуляли с моим братом. Мы побывали в Гуме и попробовали знаменитое мороженое. А еще у меня была мечта погладить маленького львенка. И эта мечта сбылась. Когда мы были в Пятигорске, мы съездили в зоопарк. И там, как на счастье, вывели маленького львенка, чтобы сделать ему прививку. И там можно было его погладить. Я его погладила. Он был очень ласковый и мягкий. Я мечтаю поплавать с дельфинами. Хочу их потрогать, какие они на ощупь. И хочу посмотреть на них поближе. Я думаю, что моя мечта сбудется. У нас много кто спрашивает, где вы время находите. Ну, не знаю, вот так вот как-то. Ну, вот мы весь день вот так вот крутимся, вертимся. У нас с утра до вечера. Мы на движухе. Утром отвожу в школу. После школы у нас бассейн. Тренировки каждый день. Мне ее нужно забрать, отвезти. Там ее переодеть. Она там, ну, одна не справится. Сдаю в бассейн. Тренировка проходит. Забираю, переодеваю. После бассейна там домой заехали, перекусили. Что-то успели, если уроки сделать. Поехали на кружки. В общем, целый день вот так вот мы с ней вместе. Каприза бывает и устает. Но куда деваться. Поехали на кружки. Каприза. Субтитры создавал DimaTorzok